Необычный подход и креативность. Эти заповеди рекламного бизнеса Сергею Пахомову известны не понаслышке. Разрабатывая промокомпанию для макаронной фабрики, Сергей сконструировал несколько моделей транспортных средств из её продукции. Работа переросла в хобби. Со временем коллекция мастера увеличилась, а поделки стали сложнее. Хотя сам Сергей творчество увлечением не называет. Увлечением я бы не стал это называть. Это всё-таки побочный результат основной деятельности. Это был 2006 год. Я занимался фотосъёмкой для одной маленькой макаронной фабрики. И неожиданно пришла идея совместить, то есть снимать это не россыпью, а несколько форму макаронных изделий, у пасты, видоизменить. Вермишель для корпуса, каннелони для цистерны бензовоза и катков асфальтоукладчика, рооты для колёс. Десятки видов макаронных изделий позволяют максимально приблизить модель к внешнему виду оригинала, рассказывает Сергей. Кроме того, у макаронного транспорта вращаются колёса, открываются двери и даже откидываются сиденья. Пришлось повозиться с байком, который я никогда не увлекался мотоциклами. Поэтому мне пришлось залезть в интернет, посмотреть какие-то определённые модели, какие-то узлы, агрегаты. Сейчас в коллекции Сергея около 30 моделей. Совсем недавно мастер запатентовал необычные изделия. В торгово-промышленной палате им присвоили статус сувенирной продукции. Правда, что делать с приобретённым авторством дальше, конструктор пока не решил. Ставить производство на поток он не хочет. Я не знаю, кому это могло быть интересно. Может быть, коллекционерам или каким-то фирмам, которые занимаются промоушеном пасты на рынке. А пока ювелирной работой конструктора интересуются люди искусства. Сергея приглашают участвовать в различных экспозициях. Так, макаронные сувениры оказались очень популярными на одной из выставок «Арт-пельм». Александра Михеева, Василий Дулепинских, Телевизионная служба новостей.